И я сейчас освещу те вопросы, которые очень важны. Мы с ним обсудили, он считает, чтобы это можно было довести до наших акционеров и до наших партнеров. Поэтому, друзья, начинаем с самых свежих новостей, потому что я разговаривал по телефону в тот момент, когда уже начался вебинар. Так вот, друзья, что вы знаете, и эти новости уже проходили, что с понедельника идет официальная делегация Белоруссии, правительства Белоруссии, которую возглавляет президент Александр Лукашенко, именно на государственном уровне визит в Индию. И в состав этой делегации, то есть она состоит из двух очень важных таких вещей, туда входят основные чиновники правительства Белоруссии, и вторая делегация – это деловые круги, которых именно приглашены администрацией президента Белоруссии, МИДом Белоруссии для участия в этой конференции. И Анатолий Давыдович Юницкий, как руководитель проекта Skyway, как генеральный конструктор и основной разработчик, он был приглашен в состав этой делегации, и с Виктором Бабуриным они как раз участвуют в работе всей правительственной делегации. Было проведено очень много деловых встреч на уровне министров, премьер-министр встречался с президентом Лукашенко, и здесь, друзья, я несколько раз повторю эту вещь, чтобы было понятно, и это запротоколировано, друзья. Это официальная информация, чтобы никто не мог что-то сказать или каким-то образом интерпретировать сообщение, что в основном докладе, который делал президент Лукашенко при встрече с премьер-министром и встрече с министрами, два раза было четко сказано, что основная технологическая платформа, которая сегодня представляется в Индии, это разработка белорусских ученых, это технология Skyway, то, что сегодня востребовано, и то, что дальше Белоруссия будет представлять и в Индии, и во всем мире. Поэтому, друзья, это официальное, скажем так, на сегодняшний момент признание властями Белоруссии и лично президентом Лукашенко о том, что большая работа проделана, было показано, что востребованность технологии Skyway в Индии очень высокая, и сегодня при визите как раз уже официально показано, что технология Skyway именно как белорусская разработка представлена сегодня для применения в Индии. И подписаны уже со стороны Skyway еще ряд соглашений с компаниями. Друзья, мы сознательно, не потому что мы что-то скрываем, друзья, это абсолютно мы объясняем эту позицию, мы сейчас с вами тоже об этом поговорим, что мы не называем сегодня штаты, мы не называем фамилии, мы не называем сегодня и суммы, и конкретные контракты, потому что все это, друзья, используется сегодня нашими врагами, нашими завистниками, конкурентами против нас. И здесь, друзья, это тоже тема сегодняшнего отчасти разговора, мы тоже это прокомментируем, но давайте сначала про то, что сейчас двигает. Поэтому это основная новость. И сегодня, завтра утром Юницкий с Бабуриным вылетают в Минск, мы пересечемся в Москве и вместе потом полетим в Минск, там у нас очень сегодня ряд таких рабочих моментов, а я еще послезавтра улетаю уже в Болонию, в Италию для встречи с инвесторами, крупные инвесторы, которые сегодня также уже со стороны европейских стран готовы подключаться к работе Skyway. Естественно, они ждут и последних новостей из Индии, и для них будет определенное послание от Юницкого. И также, друзья, я сейчас вам всем передаю большой привет и большое пожелание, большую благодарность от автора проекта и генерального конструктора Антона Юницкого, потому что он постоянно, каждый раз подчеркивает, что все, что мы сегодня показываем, все, что мы сегодня достигли, друзья, это только благодаря нашей слаженной совместной работе, только благодаря тому, что в проект поверили сегодня сотни тысяч людей, инвестировали и стали совладельцами интеллектуальной собственности, сотни тысяч по всему миру, как мы уже говорили, это более чем из 237 стран мира, и только благодаря этой работе сегодня есть возможность продемонстрировать технологии, есть возможность пригласить официальные делегации, есть возможность показать то, что сегодня сделано. И это, друзья, как раз наша заслуга, и постоянно благодарность и меня еще раз просил передать, что при обращении с инвесторами сказать, что друзья, это только наша совместная работа. Без того, что мы с вами делали последние три с половиной года, без того, что мы с вами создали краудинвестинговую платформу, без того бенчурного проекта, который мы вместе развиваем, всего этого было бы невозможно. И сегодня это как закономерность работы, когда есть что продемонстрировать, когда идет постоянная работа и развитие в Марьиной Горке, когда работает опытное производство, когда собрана мощнейшая команда конструкторов, уже более 300 человек, инженеров-разработчиков, которые сегодня создают опытные образцы, когда создано опытное производство, которое сегодня создает очень высокой сложности машины, уже целая линейка. Вы четыре машины уже видели, две на ходу, две сегодня, точнее, три машины уже на ходу. Одна сегодня готовится к ходовым испытаниям, путевая структура уже трех разновидностей, и сейчас уже проектируется, и идут уже проектировочные работы, и скоро уже будут заказываться именно комплектующие для строительства уже длинного 22-х километрового участка, для того, чтобы демонстрировать уже скорости 200-300, а со временем и 500 километров в час. Вся эта работа, друзья, ведется, демонстрируется, естественно, что Юницкий в составе делегации общался и практически со всеми министрами, и правительства Белоруссии, и правительства Индии, и с уже представителями администрации президента Белоруссии. Естественно, что, друзья, поддержка на самом высоком уровне, все понимают значимость, все понимают ценность той работы, которую проделал сначала инженер-одиночка, потом небольшая группа энтузиастов, потом уже довольно-таки крупное конструкторское бюро, но все это, друзья, естественно, невозможно без кооперации с властями и Белоруссии, и других стран, без кооперации уже с бизнесом европейским, азиатским, латиноамериканским и так далее. И это, друзья, сегодня кооперация идет, и то, что мы всегда ставили и обозначали, что Skyway – это то, что сегодня спасает цивилизацию, экономику, мы долго говорили, это наш основной лозунг «Строй Skyway, спасай планету». Сегодня мы объединяем мир, это тоже уже не пустые слова, это не наши хотелки, это то, что реально сегодня реализует технология Skyway. Поэтому, друзья, еще раз можно констатировать, что Юницкий сегодня принимает первое участие уже в правительственной делегации, где представляет ее глава государства Белоруссии, где глава Белоруссии президент Лукашенко в докладе обозначил, что технология Skyway является одной из высокотехнологичных продукций, которые наравне с продукцией из Сельмаша, из то, что представляет БелАЗ и еще ряд крупнейших предприятий Белоруссии. Точно так же Skyway – это одна из сегодня визитных карточек, то, что Белоруссия предлагает по всему миру. И, соответственно, друзья, здесь со стороны властей, как я уже говорил, и было содействие в выделении земли на строительство 22-километрового участка, и выделение уже под производством, мы вам говорили, что помимо опытного производства сегодня уже идет наладка, уже сначала мелкосерийного, а готовится и уже крупносерийное производство, то, что уже идет оборудование, то есть идет уже масштабирование и по выпуску подвижного состава производства, и по выпуску путевой структуры. Это тоже, друзья, то, что сегодня набирает обороты и сейчас уже обсуждается, где будут устанавливаться уже более мощные производственные мощности по производству Skyway. Это рассматривается и Белоруссия, и Вьетнам, и страны Латинской Америки, конкретно Уругвай, и Индия предлагает свои... То есть это, друзья, тоже то, что сейчас в развитии, то, что движется. И то, что сейчас каждый такой визит, это обозначение и запуск конкретных адресных проектов, потому что в данный момент идет проработка уже именно финансовой схемы, именно составляющей. Здесь мы вам не будем раскрывать абсолютно все возможности. Опять же, друзья, не потому что хотим ввести в заблуждение или скрыть какую-то информацию, а только потому, что каждое слово, которое сегодня идет, оно используется против проекта Skyway. И здесь, друзья, еще раз я хочу повторить, что все вебинары, которые вы смотрите, с моим участием, с Алексеем Суходоевым, всех директоров Skyway Capital, это наше мнение. Это не официальная точка зрения компании. Это не официальная точка зрения, которая идет от Юницкого и от... То, что сегодня доводится компанией, это отдельные репортажи, вы на них смотрите, ориентируетесь. Мы только можем комментировать, мы только можем доводить определенную информацию с точки зрения, как мы это видим. И здесь, друзья, как раз ссылка очень в многих вещах на то, что говорю я, как официальная информация. Друзья, нельзя ссылаться на меня. Я такой же партнер, как и все остальные. Я тот, кто, да, может быть, на чуть-чуть больше, чем многие из вас, нахожусь в проекте, и информация у меня чуть больше, чем у вас, друзья, более глубоко разбираюсь. Но, друзья, я также работаю над тем, чтобы тот пакет инвестиционный, который есть у меня, чтобы он капитализировался, чтобы мои акции, которые есть у меня в доле компании, чтобы они также стоили на рынке. И, исходя из этого, друзья, я работаю над развитием проекта Skyway по всему миру, и я не являюсь официальным сотрудником компании. Хотя, бывают такие моменты, когда по просьбе председателя совета директоров и руководителя проекта, я могу официально представлять компанию, но это в отдельных случаях, когда мне такие полномочия делегируются. Основная моя работа – это довести информацию от Skyway и организовать визит делегаций в эко-технопарк для встречи с генеральным конструктором, руководителем проекта Skyway. Это тоже, друзья, то, что сегодня делается. И с точки зрения работы, которой я занимаюсь сегодня профессионально, то есть трачу все свое время без остатка, это работа в Skyway именно как популяризация, продвижение, донесение информации. И мне нисколько не стыдно сегодня сказать, когда дети у меня спрашивают, папа, мы учимся сегодня в очень серьезной школе, где дети серьезных чиновников, бизнесменов, нас спрашивают, кем работает твой папа, что сказать. Я говорю, друзья, говорите, не то, что друзья, а своим друзьям, коллегам. Говорите, что ваш папа работает в Skyway, он продвигает и развивает Skyway. Он является акционером Skyway, это тот, кто развивает Transnet. И это, друзья, я считаю, наиболее сегодня для меня значимая работа, и я горжусь, то, чем я делаю, это моя, друзья, личная точка зрения. И я абсолютно рад и благодарен, что в свое время я познакомился с инженером Юницким, что я в свое время, у меня хватило ума и интуиции увидеть в этом перспективу и уже 17 лет работать в этом направлении. И сегодня, друзья, я с огромным удовольствием вижу, кстати, не успел, опять же, друзья, по времени, по сжатости, так сказать, настолько все это. Алексей, если сейчас успеешь, или, Андрей, ты сделай. На понедельник официальная кампания, когда был репортаж про Индию, разместили очень интересные фотографии. Женя Петров писал эту статью именно про визит Бабурина и Юницкого в Индию. И там были несколько фотографий с Экотехнопарка, и одна очень интересный ракурс, когда Юнибус и Юнибайк стоят в одном ракурсе, видно, что на первом плане Юнибайк, а дальше за ним на путевой структуре движется Юнибус. Хотел я эти фотографии, друзья, но просто с таким темпом у меня сегодня уже было две очень важные встречи, большие, с инвесторами, с теми, с кем дальше развиваем проект. И после вебинара я тоже сразу уезжаю по встрече, поэтому даже не успел эти фотографии сделать. Да, вот сейчас. Андрей, если сможешь, поставь их на экран. Я просто вот так хотел, чтобы эти фотографии видеть, потому что, друзья, я когда вижу на эти фотографии, у меня аж комок к горлу подходит, несколько, знаете, аж дыхание перехватывает, потому что это действительно то, ради чего мы работаем. Это действительно, друзья, то, что мы с вами сделали. Я каждый раз, когда приезжаю на Экотехнопарк, когда видишь вот это создано, друзья, начинаешь понимать, что это мы с вами создали. Я не знаю, что чувствует при этом Юницкий, я могу только догадываться. Но меня, друзья, распирает каждый раз гордость, распирает каждый раз эмоции, потому что это действительно мы создали то, что никогда в жизни не создавал. Но что еще самое главное? Мы создали то, что нам говорили невозможно создать, что нам мешают создавать, что постоянно льют на нас дерьмо и говно за то, что мы делаем, исходя из того, что мы сегодня создаем. И в этих условиях, друзья, мы движемся, делаем. И всем нашим завистникам, всем нашим недоброжелательным друзьям ответ будет всегда только один. Это новые создаваемые образцы подвижного состава, это новые контракты, это новое развитие проекта по всему миру. И этим мы будем тыкать в морду тем, кто указывает на Skyway, что он несостоявшийся. Потому что сегодня видеть этот подвижной состав, видеть восхищение, которое сегодня в Индии реально на правительственном уровне идет инженеру Юницкому, когда его европейцы называют Леонардо да Винчи нашего времени, а всякие, извините, говнюки позволяют себе говорить о том, что мошенники ничего не делают. И здесь мы, друзья, вот с этого положительного очень резко перейдем в несколько отрицательных. И здесь, друзья, я тоже почему это привязываю сегодня к визиту в Индию. Потому что в понедельник, 11 числа, именно в тот момент, когда Юницкий в составе делегации Лукашенко был в Индии, когда Лукашенко встречался с премьер-министром в этот момент, вдумайтесь, именно в этот день, ни позже, ни раньше, и именно в тот час онлайнер, это, я могу сказать, просто желтая пресса, который делает дебилы для дебилов, выходит со статьей о том, что в очередной раз мы даем информацию о Скайвее. И опять поливают полностью грязью Юницкого, полностью проект Скайвей, еще проходится по всем членам команды, то есть тут, друзья, я, ну, я свою особую не беру в расчет, так сказать, про меня можете говорить, все что угодно, читайте мою биографию, смотрите, я никого, ничего не скрываю, вот поэтому здесь, друзья. Но, знаете, что меня больше всего поразило, то, что вот эти вот, этот журналист, который пишет, чтобы было понятно, у него на аватарке, о, Андрей, спасибо, так сказать, друзья, вот эта фотография, я вам могу сказать, это то, ради чего мы работали вот эти три с половиной года, это то, что мы делали в экотехнопарке, друзья. Друзья, когда вот это видишь, это реально то, что мы создали своими руками, друзья. Это то, на чем будет ездить весь мир. И пускай всякие ублюдки говорят все, что угодно, тем более мозгов у них абсолютно нет, у них есть только зависть. Это неудачники в своей жизни, но, друзья, почему я отношусь к этому серьезно, я очень говорю, что Сидорович этот, который пишет корреспондент, у него аватарка в Фейсбуке стоит петух, понимаете, то есть, ну, в России, на России, в России, вообще, в нашей традиции петухами называют вообще конкретных людей. Так вот, если человек в своей аватарке ставит петух, это же уже очень серьезно его характеризует. Так вот, этот петух позволяет себе там слова называть и юницкого мошенником, который общает, и сам, а кто такой, скажем, онлайнер или кто такой, это неудачники, которые в своей жизни ничего не создавали. Но почему, друзья, мы к этому очень серьезно относимся? Я прошу вам не говорить о том, что не надо на них обращать внимание, что это придурки. Они придурки. Но, друзья, вы почитайте комментарии в статье, к этой статье, которую пишут. И вот это уже очень важно. Там пишут комментарии, их пишут дебилы, я согласен, умные люди этого писать не будут, но они пишут для этих дебилов. Они этих дебилов стараются сколыхнуть на определенный день. Так вот, комментарии год назад прошел, они пишут, что Юницкий еще на свободе, почему его еще не посадили, почему еще не отобрали всю технологию, почему он еще на свободе. То есть, представляете, они пытаются пробудить вот в этих дебилах это чувство, чувство зависти. То, что за год, то есть год назад они, кстати, фотографии дали все годичные давности. Так вот, они показали эти фотографии и в прошлой статье написали картонные макеты, все, и за 30 лет Юницкий ничего не поставил. Они не хотят смотреть эти фотографии. Они не хотят признать того, что они хотят назвать премьером Индии, министра транспорта Индии. Они хотят назвать дебилами, потому что они рассматривают, не существует технологию. Да нет, друзья, они-то как раз профессионалы. Они как раз те, кто хотят развивать свою страну. И они видят перспективу в технологии Юницкого. Они присылали сюда делегации, которые изучали технологию Skyway, и они делают из этого профессиональные выводы. Так вот, друзья, когда они это видят, они видят в этом ценность. А дебилы, которые пишут для дебилов, они в этом ценность увидеть не хотят. Они говорят, этого не существует, они все равно мошенники. И самое главное, друзья, они это будут говорить всегда. Но для чего? Для того, чтобы в день визита Юницкого в составе делегации президента Лукашенко вышла эта статья. И куча народу, я вас уверяю, сейчас будут писать письма в МВД, в прокуратуру. Разберитесь, помешайте работу. Сделайте. То есть это задача реально всколыхнуть и направить этих дебилов против технологии Skyway. Я вам могу сказать, это работает. Знаете почему? Я лично стоял на стенде, когда была транспортная неделя в Белоруссии. И когда вице-премьер с Юницким заходил в Юнибайк, в это время еще один, ну я не буду уже его называть, но тот, кто читает онлайнер, а он по совместительству министр транспорта Белоруссии. Так вот, он говорит, это мошенники, про них не обманывают людей. То есть, представляете, министр транспорта, вице-премьеру, как аргумент, что нельзя использовать Skyway, его рассматривать, делает ссылку на онлайнер. А вот это, друзья, уже очень серьезно. Это уже не игрушки. Это уже очень серьезно, что такие дебилы, которые читают эту статью, которую пишут, у них возникают такие эмоции. Поэтому, друзья, сейчас это то, что выбрано именно инструментом против. Есть люди там, такие как Узлов, который был раньше одним из директоров проекта Skyway, который сегодня из зависти, из своей личной, потому что он попытался украсть технологию, и у него не получилось, он работает против Skyway. Сегодня такие, как онлайнер, это уже нанятые издания, которые работают. Друзья, я могу сказать, что дальше еще будет очень много очень много будет вылета грязи и дерьма на Юницкого, на проект Skyway, на каждый, кто там работает, на нас лично. Это, друзья, к сожалению, развитие проекта. И как я уже говорил, что я хочу закончить эту тему. Единственный наш ответ, друзья, почему мы на это все смотрим, с улыбкой, говорим, ребята, а вы приезжайте на Экотехнопарк, а вы приезжайте и посмотрите, а мы вам все покажем, а мы заключаем новые контракты. И мы будем строить в этом году и следующий год Skyway по всему миру. А вы, друзья, пишите, гавкайте, это ваш удел. Это удел неудачников и дебилов. Вот что я могу сказать. Потому что вместо того, чтобы поддержать и показать, и для того, чтобы построить, показать, что может быть интересного в Skyway, они на себя взяли участь. Но, друзья, здесь я могу сказать, должны быть и такие. И если говорить серьезными словами, то даже в каждом очень большом, серьезном сообществе всегда есть свой Иуда, который предает того, кто создатель. Поэтому здесь, друзья, всегда есть люди, которые работают против, всегда люди, которые мешают под разной мотивацией. У онлайнера, друзья, мотивация одна. Это деньги. Это нанятые шавки для того, чтобы гавкать. Но через них, друзья, делается очень серьезная игра. Я вам еще раз привел пример, когда министр транспорта, вице-премьеру, как аргумент, что технология Skyway не существует, это приводит к публикации онлайнера. И вот здесь вот я всегда буду говорить, это, друзья, не те слова, которые пишут, недоумки на комментарии. А вы почитайте. Я говорю, возьмите в эту статью и почитайте комментарии, которые там пишут. То, что я говорю, что посадить в тюрьму Юницкого, это самый легкий комментарий, который там пишут. Потому что есть дебилы, которые даже на это не способны. Так вот, друзья, мы к этому подходим и отвечаем. А отвечаем, еще раз, друзья, повторюсь, и мы это будем постоянно повторять, отвечаем мы только своим делом. Мы команда, которая не просто бла-бла-бла говорит, мы реализуем и делаем. И в этом плане нас нельзя ставить даже на одну планку с Илоном Маском, потому что он только показывает прототипы, он только показывает возможности технологии, а мы показываем уже сегодня реальные образцы, которые можно уже запускать в производство и уже заключаются контракты на их использование. Поэтому нельзя ставить на одну планку с теми, кто декларирует возможности технологии и с теми, кто ее демонстрирует. Мы перешли эту планку. И поэтому мы сегодня говорим, что, друзья, мы лидеры в инновационной системе транспорта, мы показываем то, на чем через 10-20 лет будет ездить весь мир. Мы абсолютно уверены, что мы выиграем эту конкурентную именно гонку с другими технологиями, потому что ничего подобного сегодня создать кроме Skyway невозможно. И это уже, друзья, не голословное утверждение, это уже высокопрофессиональное утверждение именно члена команды, именно участника и, я бы сказал, ученика нашего современного Леонардо да Винчи. То, что в инженерном плане Юницкий предложил, аналогов не существует. И вы, наверное, заметили уже, что мы с Алексеем некоторое время назад перестали говорить, что мы футурологи, что мы сегодня... Потому что футуролог у нас сегодня тот человек, который описывает будущее фактически только один. Это инженер Юницкий. Я являюсь учеником. Я смотрю, изучаю и только могу продвигать идеи, которые выдает он. Потому что сегодня я никого не могу близко поставить именно с точки зрения профессионализма, с точки зрения инженерной мысли, с точки зрения масштабности проекта, который делают. Потому что то, что мы сегодня запускаем и реализуем Транснет, именно Транснет, как сеть адресных проектов, как Алексей в свое время вел такое понятие, как то, что сегодня развивается и решает транспортные проблемы, у Юницкого уже стоит следующая планка. Это ОТС, это общепланетарное транспортное средство, которое ставит задачу вынес всей промышленности и все, что загрязняет окружающую среду за пределы атмосферы. Об этом сегодня начинают говорить все ведущие футурологи, все ведущие бизнес-менеджеры. Без этого дальше развиваться нельзя. Сегодня 85 процентов, думайте, 85 процентов загрязнения окружающей среды дают автомобили. Поэтому Skyway через 10-15 лет уберет автомобили с дорог, то есть уберет с поверхности земли. Их просто не будет. Пройдет замещение Skyway юнибайками, юнибусами, юнилётами, юникарами, юнитраками, юнидронами, друзья. То есть это тоже сегодня мы с вами буквально месяц назад обсуждали использование летающих дронов для того, чтобы строить Skyway в труднодоступных регионах, в труднодоступных площадках. И сегодня уже Юницкий четко обозначил, что одно из 60 направлений конструкторского бюро, которое сегодня, то есть из 35 конструкторских бюро, которые уже созданы, одно конструкторское бюро, это уже по разработке дронов. И что сегодня закладывается тактико-технические характеристики, превышающие все существующие дроны в мире сегодня с подъемной силой, с подъемной возможности уже более полутора тонн. И мы, друзья, с вами на Экофесте все это увидим. Мы с вами увидим, как роботы летающие строят наш Skyway. Но это, друзья, чуть-чуть, чуть-чуть впереди. Ну вот, друзья, поэтому давайте относиться к тому, что происходит вполне спокойно. За это время Владимир Владимирович Путин на азиатском форуме, дальневосточном форуме сказал, что мы будем создавать свою криптовалюту, о том, что цифровая экономика сегодня набирает обороты, о том, что без новых инновационных технологий невозможно сегодня осваивать Дальний Восток. Здесь, я, друзья, могу сказать, что мы это уже делаем, мы готовы предложить программу, и пока мы работаем в странах Латинской Америки, Индокитая, Юго-Восточной Азии, Южной Евразии, потому что там сегодня нас слушают, там сегодня нас зовут, и там сегодня видят востребованность Skyway. Я абсолютно уверен, что недалек тот час, когда такое же произойдет в Белоруссии, ну, я думаю, что с вами мы не такие еще и старые, и время течет очень быстро, увидим, как проекты Skyway будут строиться, наверное, еще и в России. Ну, вот, друзья, я передаю слово Алексею, потом я сделаю завершение некоторых еще, так сказать, объявлений, потому что у нас, друзья, все-таки и смена дисконта на носу, и подход уже вплотную именно к цифровой экономике, здесь, я думаю, более подробно и более так понятно расскажет Алексей, который в проекте с самого начала, и сегодня я могу сказать, что, друзья, это один из талантливейших людей, директоров, которые работают в Skyway. Вообще Skyway это система, которая собирает этих людей. То есть я начал мысль сказать, но потом, друзья, так шел, что я, когда там про меня что-то говорили, я говорю, читайте мою биографию, мне нечего скрывать. Но когда онлайнер так, друзья, прошелся по Михаилу Кириченко, а Михаил Кириченко, друзья, это талантливейший человек, который владеет в совершенстве пятью языками, вы все его видите, репортажи, которые он делает, это талантливейший человек, который вносит свою сейчас репту, и как он раскрывается в Skyway, когда я сам с нетерпением жду репортажей Кириченко про Skyway, и про него вот эти дебилы начинают писать такими словами, мне просто смешно. Но как можно этого петуха ставить, который пишет на одну планку с Кириченко? Кириченко, это, друзья, наше лицо, я очень рад, что в свое время Юницкий увидел в нем этот потенциал, пришел, и он сегодня представляет проект Skyway для такого широкого масса. И вы сами делаете вывод, вы сами его знаете, вы сами видите эти репортажи, и когда я читаю, когда так снисходительно и так этот петух пишет про Кириченко, мне прям сразу смешно, я думаю, друзья, ну вы посмотрите репортажи Кириченко и прочитайте, что пишет дебил, так сказать, и сами поймете, как это. Но, друзья, я сознательно произнес все слова, которые я сейчас, эти петь, тут нет ни одного лишнего слова, и вы понимаете, что наша борьба с онлайнером только начинается, она только идет, и не потому, что это желтое, там как бы, исчезнет онлайнер, ему осталось не очень долго, возникнут другие онлайнеры, друзья, более серьезные, я как уже говорил, через него на данный момент, а потом через кого-то другое будут вестись. Сергей Анатольевич, приветствую, дорогие друзья, ну, действительно, сейчас мы живем достаточно непростое время, и у нас происходят экстренные сборы, в том числе с европейцами, и сейчас я могу сказать, что мы не можем ни на минуту приостанавливать, как-то затормаживать проект, поэтому ожидайте, скоро будет новый веер, так скажем, конференции в России, я думаю, что все обрадуются, поставьте плюсики, кто радуется, и будут ездить уже новые наши подрастающие спикеры, подрастающие активисты, и собирать уже перед большой такой российской конференцией, которая пройдет в Москве, ориентировочно, я думаю, зимой, и я думаю, что мы абсолютно можем побить рекорд нашей конференции, которая уже, в принципе, была в здании правительства московской, Москвы, на московской администрации, и это была действительно суперграндиозная конференция, на которой присутствовал Анатолий Эдуардович, но, естественно, я могу сказать, что не исключено, то, что на этой конференции Анатолий Эдуардович присутствует, может быть, и не будет, потому что занятость сейчас колоссальная, и я хочу подметить даже такие вот моменты, что сейчас ужесточается очень сильно именно возможность попасть на экотехнопарк, если это не рядовые события, наши всеобщие праздничные события, как экофестиваль и так далее, и на таких событиях можно и посмотреть, и потрогать юнибайк, но потом экотехнопарк и научно-производственно-конструкторское предприятие, думаю, что все, кто присутствовали на экскурсии, именно производство, то есть это именно недры Skyway, это именно закулисье такое технологичное, инженерное, я думаю, что запомнят эти мгновения, этот час на всю жизнь, потому что там действительно куется будущее, там действительно производится прорывная технология, которую сейчас с удовольствием, я думаю, будет заказывать Индия, потом Индонезия, Малайзия, Шри-Ланка и так далее, Филиппины, то есть я непосредственно говорю про Азию, и мы это не раз упоминали, почему Азия, потому что как только будут усугубляться, они скорее всего будут усугубляться проблемой, и сейчас вот Ирма, вот этот ураган, который прошел по США, и перед ним ураган, то есть это череда таких вот событий, которые мировой сверхдержаве сейчас напоминает, что стоит задуматься также насчет изменения климата, Стоит также задуматься насчет технологическими решениями, которые могут постановить именно изменение озонного слоя, повышение СО2 в нашей атмосфере, и то, что сейчас делают некоторые компании, то это SpaceX, то есть они производят именно тяжелые ракеты, но это не то, что не улучшит, это еще больше ухудшит эту ситуацию и решение здесь только Skyway. И даже когда мы придем в космос, даже когда мы будем реализовывать уже космические программы, это также будет экологично, это также будет направлено именно на сохранение природы, именно как экогенная технология, и я могу сказать, что во всех аспектах у нас это будет прослеживаться, это вообще суть, базис, основа научной концепции и вообще транспортной инфраструктурной альтернативы, которую Анатолий Эдуардович предлагает всему миру. Я думаю, что мы увидим в этом году, может быть, в следующем году, что будут написаны обращения главам государства, что мы услышим, узнаем реакцию на эти обращения, то есть всему свое время, дорогие друзья, но пока что нам также приходится бороться с онлайнером, и я думаю, что сейчас меньше возможности заказные статьи писать именно на индийское пространство, так как все-таки сейчас и мы также испытываем с Сергеем Анатольевичем этот информационный вакуум, сейчас строгой секретности держится перемещение, только постфактумом говорится, как действительно так вот все подытожил, и действительно обобщил и уже сказал точку зрения головной компании, мы это в какой-то степени упоминали конечно на вебинарах с Сергеем Анатольевичем, но Виктор Бабурин уже как именно директор по развитию зама генерального директора ЗАО струнной технологии, все в таком формате уже привычном для нас интервью подытожил, и это уже могу сказать официально естественно позиция, этому можно на 100% доверять. И друзья, сейчас близится тот час, когда уже начнется вплотную разработка, так-то можно сказать уже и приступили к технико-экономическим обоснованиям, но проекты уже в Индии создаются, то есть они создаются сначала в чертежах, документации, в бумаге, и через два с половиной года мы, я думаю, увидим уже первые запущенные проекты. Ну а наша Сергею Анатольевичем задача, как именно люди в некотором плане исследующие тренды и показывающие эти тренды, что следует им именно по ним идти или стоит пойти другим способом. Сейчас мы вплотную погрузились, я непосредственно погрузился в исследование именно чем же для транснет может полезен быть блокчейн и вообще вот насколько мы представляем возможность для этой сферы, дорогие друзья, ну это колоссально. И что-то мне подсказывает, наш проект прогремит на этом пространстве и о транснет спейс, о пространстве транснет услышат многие и постепенно будет забываться вот такое понятие, такая терминология как именно интернет вещей и так далее на прошлых вебинарах мы описывали. Вот, дорогие друзья, вот это действительно транснет спейс, который вы видите на картинке. То есть мы видим легкий прогулочный транспорт, это именно индивидуальный транспортный андроид и позади мы видим уже общественный транспортный андроид. Почему это андроиды? Потому что это роботы, это действительно высокий интеллект и какие разработки, какие испытания производятся именно в отделе департамента системы автомазированного управления, остается только догадываться. Но я вот когда возвращался на метро с руководителем департамента системы автомазированного управления, случайная встреча была, он мне поведал много интересных вещей, и у меня просто челюсть отвисла, насколько глубокие вообще разработки. То есть это можно сравнить с DeepMind Google, это можно сравнить с Neuralink, который сейчас пытается запускать Маскотт, он не запускает, он просто нашел ребят головастых и такие ребята будут сотнями приходить уже в холдинг Skyway, потому что именно в Transnet Space будут зарождаться и в Transnet Space будут впитывать все высокотехнологичные тренды. И, дорогие друзья, мы не раз говорили вот такие понятия, как персональное мобильное пространство, вот на примере, на фоне таких картинок вообще вот просто идеально рассказывать, вот Unibike это наша капсула жизни, как мы также упоминали, причем это как именно оцифрованной жизни, так и реальной жизни. Мы входим в Unibike, нам не нужно подключать мозг, к примеру, к компьютеру, как вот Нейролинг сейчас заявляет, так же, как мне не особо нравился термин как интернет вещей, именно приставка вещей, все-таки хотелось бы именно вот на такие именно так, а картинка у меня была, Андрей, поставь, пожалуйста, картинку, у меня почему-то картинка была, а у коллег не было, сейчас сам тогда загружу, потому что, друзья, конечно, нужно, чтобы каждый видел эту картинку, потому что она более чем наглядно показывает сегодняшний этап непосредственно нашей технологии и нашей компании. и я говорил о том, что нам не нужно будет подключать мозг и не дай бог переписывать там память, либо наоборот загружать информацию в мозг, да страшные вещи, о чем говорит сейчас наука, нам нужно будет просто войти в пространство транснет и нам не нужно будет как-то перенимать то, что имеют роботы, человек есть человек, природа есть природа, то есть технология Skyway это именно природная экогенная технология, она сохраняет, она поддерживает, она защищает природу, также наши транспортные андроиды это будут роботы, не те, которые все боятся, что они как терминаторы завоюют власть и так далее, это будут именно направлены на человека и на природу андроиды, и это будут дружественные нам действительно создание создание именно инженерного математического логического мира, но они нам будут служить, и когда вы будете садиться в Unibike, вы сможете загрузить всю необходимую вам информацию, Unibike как искусственный интеллект он все проанализирует и выдаст вам тренды, и дорогие друзья, такие задачи они могут быть решены именно с помощью Transnet Space, потому что будут там производиться огромные цифровые вычисления, это нужна огромная масштабируемость, загрузка, и так как мы предполагаем с Сергеем Анатольевичем, что внутри Unibike будет все-таки стоять какой-то именно сервер, какая-то аппаратная часть, которая будет иметь данные и считывать данные с мира интернета и анализировать данные с реального мира для Transnet, чтобы улучшать и улучшать нашу технологию. Всем этим, всеми этими благами мы сможем пользоваться, входя, залогиниваясь в Transnet Space и входя именно в наше, садясь, и действительно чувствуя, ощущая, трогая наше персональное мобильное пространство, которое будет настроено именно перед нас и для нас. И никто этого, ни одна компания на сегодняшний день не может этого предложить, ни Hyperloop, ни SkyTrend, они мыслят узко, они мыслят именно в точке зрения только транспорт, перемещение, торможение, ускорение, перемещение между станциями, они не решают в комплексе, как законченное решение, именно транспортную, инфраструктурную альтернативу не предлагают. Юницкий же предлагает именно законченное решение, которое охватывает все и создает новую грань Transnet Space. И вот такие первичные описания можно услышать, посмотреть, замечательный актер, принимал участие в этом видео, посмотрите, наберите или Андрей сбрось, тоже есть у нас замечательный ролик, который именно основы Transnet Space первичные показывает, еще без существования тех трендов, которые мы сейчас исследуем и будем применять, но там показывается а что такое Transnet и Transnet это действительно будущая сеть, это то будущее, которое будет над интернетом и впитает в себя интернет. И подумайте, какая капитализация будет, то есть если говорить про эпоху доткомов и так далее, которые как взлетели, так и рухнули, так и вся криптовалюта, которая сейчас, несмотря на то, что в этом плане я являюсь неким приверженцем криптовалюты, но я и понимаю этот мир и могу сравнить это все-таки с доткомами, потому что много очень необеспеченного производится. И тут дело не в том, чтобы сделать какое-то ICO, собрать деньги, дело в том, чтобы подкрепить реальную экономику, цифровой экономикой. Поверьте нам на слово, это будет подкреплено и подкреплено лучшим образом с именно адвайсерской, советнической частью нашего самого главного футуролога и того человека, который описал еще в 89-м году, какими же будут эти цифровые деньги и как произойдет переход от бумажных денег сначала на карточки, потом с карточек появятся некие цифровые деньги. Даже механизм консенсуса, то есть именно подтверждение, чтобы не были всякие именно те транзакции, которые могут причинить ущерб в системе, не были учтены в системе и все было именно действительно достоверно, правдиво, перепроверялось. Вот этот весь алгоритм Юницкий описал в 89-м году. Я думаю, что мы обязательно такую краткую адаптацию этого труда сделаем и об этом труде узнает весь мир уже в переводе на все языки мира, потому что это действительно история, история в том числе и цифрового пространства, но развитие и экономики, и цифровой экономики, любой экономики, на наш взгляд, не может быть без развития Transnet, потому что это именно тот триггер, это именно тот акселератор, который толкнет мировое развитие к увеличению капитализации и те, кто говорят безусловный основной доход, даже безусловный основной доход, который мы также в логику именно второй цифровой экономики будем включать, это будет строиться только на благах Transnet Space, и другого способа мы абсолютно не видим, то есть это неизбежный шестой технологический уклад, и если нано-процессоры, нано-электроника, микропроцессорная электроника, квантовые компьютеры, все это будет также в логике Transnet Space, но андроидами, транспортными андроидами, держателями мощностей, вырабатывающими мощности, генерирующими трафик, что самое ценное в интернете, как и физически, пассажирски, так и информации, это будет уже наши транспортные андроиды. Физическое воплощение проводов, по которым течет электричество, телефонные провода, по которым мы общаемся, интернет, по которым передается интернет на высоких скоростях, вот вы видите, это струна, и струна это новый провод нового тысячелетия, но именно уже совершенно иного применения, соединяющие в себе действительно многие применения, если не все, то фактически все. Сергей Анатольевич, вам слово. Благодарю, друзья, вот постепенно мы будем погружаться в эти тематики, потому что это очень важно. так, ну и если Сергей Анатольевич видимо слетела связь, я хотел бы напомнить друзья про дисконт, у меня у самого, я буду в отъезде в Азии, то есть там будут и рабочие встречи, но в основном это будет в несколько другом измерении, то есть перезагрузка мозгов, все равно работать будем, но это какое-то подобие отпуска, но естественно без работы никак не обойдется. И я могу сказать, что я волнуюсь перед сменой дисконта, хочется именно на самых выгодных условиях войти в возможно такие крайние этапы, которые менялись относительно долго, и я могу сказать, что подготовьтесь, подготовьте партнеров, скажите всем, что дисконт меняется, мы переходим на новый этап, и мы по-прежнему не исключаем возможности, не исключаем того факта, что может быть именно совершен прыжок через этап, то есть это зависит от фактов, я думаю, что все привыкли, что у нас сейчас все, что происходит и в Skyway Capital, ну и в принципе в Skyway, все чем-то подкреплено, все чем-то обеспечено, либо ожиданием, либо конкретикой, так вот, ожидание продолжается по поводу именно теории перепрыгивания через этап, но теория может быть воплощена, друзья, и хотел бы обратить внимание именно на то, что сейчас постоянно улучшается именно система краудинвестинга, придумывается решение, именно вот как Skyway Capital, чтобы независимо от регуляторов, которые, поверьте нам, что помимо онлайнера и регуляторы задают вопросы нашим лидерам, и некая психологическая подготовка должна быть, чтобы люди действительно под именно давлением там и так далее не сказали, что мы являемся тем, кем не являемся, мы не являемся MLM-компанией, мы ни в коем случае тем более не являемся пирамидой и так далее, какая пирамида, друзья, вот если такие вещи транспортные андроиды ездят, и это как раз таки прототипы, это испытательный тестовый участок, это зорный шлях, звездный путь улица называется, и, друзья, вот с этого все начинается, причем это не просто прототипы, эти машины можно подвесить в реальных адресных проектах, которые появятся, я думаю, через два с половиной года начнется стремительный экспоненциальный рост, и, как мы, Сергей Анатольевич, неоднократно говорили, что теоретически, это мое личное предположение, именно транснет-спейс может догнать и потом перегнать, и потом очень сильно перегнать интернет-вещей, интернет-вещей придется подстраиваться и встраиваться в транспортные андроиды в виде уже коммуникаций и различных гаджетов, которые будут улучшать нашу жизнь внутри персонального мобильного пространства. Еще проследует ряд, помимо российских конференций, много достаточно конференций европейских, то есть вот в Германии будет очень серьезная конференция в личном кабинете, вы можете это увидеть. Готовится схема постепенно, постепенно, чтобы юридические лица смогли участвовать и, друзья, я хотел бы вас ориентировать, что действительно вот сейчас мы говорили, что начался обратный отчет, но он может ускориться и никто не знает, когда произойдет закрытие возможности финансирования в головную компанию. Естественно, это будет сказано в логике, что за несколько недель, может быть за месяц, но друзья, нам будет чем заниматься, более чем это будет новая волна и новый этап краудинвестинга и поэтому то, что сейчас выстраиваются, те структуры, те взаимосвязи, те отношения, те команды, они будут уже новым таким толчком к развитию уже похватывания, я не побоюсь этого слова, не просто, чтобы там в каждой стране у нас было по 10, по 20 активистов, чтобы даже в Конго, чтобы даже в Эфиопии, в Нигерии у нас были тысячи, десятки, сотни тысяч активистов, кто поддерживает у меня уже логику транснет скайвей, транснет спейс и действительно развивает, убирая все рамки и все границы внутри своего сознания, а стоит ли развивать скайвей, подождать может быть еще этап, потому что тогда уже этапы все будут закрыты. Ну и, естественно, головная компания с нетерпением этого момента ждет, потому что мы как Skyway Capital уже переместимся на финансирование адресных проектов и неоднократно мы спрашивали у Анатолия Эдуардовича на переговорах, что чем будем заниматься после закрытия финансирования. Анатолий Эдуардович всегда говорит, поверьте, что вам будет чем заниматься и оттачивайте механизмы, оттачивайте именно вот схемы проводки финансовые, фиатные, сейчас вот тоже это криптовалюта и чтобы максимально были сокращены какие-то риски уже когда у нас извините, будет там не по несколько миллионов долларов приток в месяц, а десятки, может быть даже сотни миллионов долларов. Такое время наступит, потому что нет выхода иного человечества планеты, чем Skyway трансформировал. Да, друзья, спасибо, Алексей. Уже наша слаженная такая работа, когда сначала выбило два раза из Мирополиса, потом завис компьютер. Поэтому пришлось пока перезагрузить, хотя у меня на столе сейчас пять компьютеров настроенных, но этот я все-таки самый надежный, но видите, то периодически возникает сбои. Так что ничего нет. Поэтому опять же слаженная работа, я через перископ попросил, чтобы написали в «Экофеста», вот что у меня есть. Так что таким образом мы сейчас с Алексеем даже общались. Ну, то, что я хотел в завершение добавить, сказать, это о том, что у нас на 19-е число 23.59 намечена смена этапа, то есть перехода с 9-го на 10-й. То есть мы планировали, предполагали перейти несколько раньше, сразу после «Экофеста», но по таким объективным причинам было принято решение дойти до именно сентября и в сентябре провести смену. Это значит все работы и этапы выполнены, вот как сейчас уже идет полным ходом и на завершающей стадии завершения именно сертификации первого подвижного состава. Поэтому здесь тоже все идет своим чередом и, друзья, надо понимать, что смена дискаунтов это каждый раз этап именно отчетности за выполненные работы, что то, что намечено, сделано, то, что сегодня находится на работе дальнейшей идет развитие, поэтому десятый этап, как мы и предполагаем, смена произойдет довольно-таки быстро, переход уже с десятого на одиннадцатый этап. Десятый и одиннадцатый этап это уже идет масштабирование и развитие уже серийного производства, будут дальнейшие сертификации подвижного состава, поэтому это тоже очень большая и ответственная работа. Здесь как раз надо очень хорошо понимать, что проект развивается очень многопланово и те задачи, которые одновременно приходится выполнять именно Юницкому как генеральному конструктору, они иногда друзья, просто даже не умещаются просто в понимании, не говоря уже в реализацию этих задач, потому что сложности задач связаны и с разработкой именно демонстрационного полигона и изготовления экспериментальных машин, проведения испытания узлов и агрегатов, потом испытания уже всей системы и сейчас уже масштабирования для конкретного производства, серийного производства и адресных проектов, это друзья колоссальная задача и я могу сказать, что многие скажем там грани скажем так таланта и того, что происходит с Юницким, они раскрываются только сейчас и многие вещи, которые я сейчас вижу, друзья, я даже не предполагал, когда я с ним знакомился, когда столько лет работал рядом, там сидел в одном кабинете о том, что это такие задачи в состоянии именно он решать сам, не привлекая дополнительных специалистов, это, друзья, тоже залог нашего успеха, поэтому на сегодняшнем, на новом этапе, друзья, который 19 сентября заканчивается, тут мне уже начинают задавать вопрос, будет ли продление, там будет ли это, друзья, все покажет время, мы, конечно, приходим и стараемся всех приучить к тому, что если объявляем смену дисконта, то никаких продлений, как уже просят, не будут, но, к сожалению, очень многие вещи зависят не от нас, мы сразу подтверждаем, очень много мы работаем сегодня с нашими региональными координаторами, теми, кто работает именно в странах и регионах, у нас действительно возникают периодические проблемы с платежными системами, и тут, знаете, даже недавно возник с одним из лидеров такой вопрос, что он говорит, ну вот, у меня опять проблемы, не можем проплатить, блокируют, что вы за серьезный проект, там вот, меня зовут в хайп, какой-то там пирамида, и у них все работает идеально, налажено, и у них все это, а вы вот серьезные проекты, у нас сбой. Но, друзья, здесь я могу сказать, что сбои бывают во всех системах, недавно в МТС, был мощнейший сбой в московской телефонной сети, в Йоте, там некоторое время назад был сбой, это, друзья, проблема всех высокотехнологичных компаний. В то же время, в то же время и у нас, друзья, что все отстраивается, особенно проблема роста, когда все увеличивается, потому что периодически возникают и технологические сбои в программном обеспечении, и взаимоотношения с партнерами, с нашими финансовыми партнерами, банками, с теми компаниями, которые помогают нам сегодня в работе, это, друзья, тоже, ну, к сожалению, или там, вот это обычная практика, поэтому тоже к этому относиться надо с пониманием. Мы постоянно совершенствуем систему, постоянно предлагаем и отрабатываем новые инструменты, и здесь я всегда отвечаю, друзья, если бы мы предлагали только идеальную картинку и идеальный инструмент, как отдайте деньги, и эти деньги переходят к нам, то, наверное, действительно, это тоже был элемент пирамиды или хайпа. А когда мы говорим, что, друзья, да, возникают проблемы, и мы эти проблемы не скрываем и говорим, что мы решаем и со временем они улучшаются, это, друзья, тоже, к сожалению, и опять же, я говорю, к счастью, это развитие проекта. И те, кто к этому относятся с пониманием, они это понимают, и те, кто говорят, что это для меня аргумент, и я еще подожду, друзья, подождите, не спешите, мы никого не торопим принять решение, поэтому, друзья, если для кого-то это аргумент, чтобы остановить, инвестировать и приходить партнером в Skyway, значит, это рано, потому что те, кто пришли, друзья, в 2014 году, когда мы только-только делали первые шаги в краудинвестинге, отрабатывали систему, и тут опять возвращаясь к проекту онлайнера, который там всю эту грязь и там Рубена вытащил, который работал в Skyway, в самом начале предлагал свои услуги, и Юницкий смотрел, что люди, которые работали в построении МММ, можно ли использовать их опыт или нет, но Рубен ушел потом из проекта, он не увидел своей перспективы здесь. Серега Семенов, который тоже стоял в начале, которого Юницкий пригласил для того, чтобы отлаживать систему, он тоже буквально через несколько месяцев ушел из проекта и сейчас там занимается всякой хренью, которую там можно только назвать, тоже с привлечением финансирования, и при этом каждый раз показывая, что Skyway запускал он и как будто он имел к этому какого-то отношения. Тоже, кстати, очень большой вопрос, если его пригласили, он поработал, потом ушел, то трудно сказать, что у него там какой-то ключевой вклад в это самое. Да, в начале работал, а с другой стороны, у кого было надо перенимать опыт, как не у людей, которые работали в сети и которые создавали MLM-ную структуру, то есть мы смотрели, изучали, сегодня сформирована своя высокопрофессиональная команда, она показала за именно уже годы работы задачи. Поэтому это тоже, друзья, такое нормальное развитие. Сегодня, как уже Алексей говорил, мы изучаем, готовимся и работаем с лучшими специалистами в мире для того, чтобы готовить переход уже в следующий период развития именно краудинвестинга, то есть использованием уже технологии и криптовалюты, и блокчейна, когда это произойдет, друзья, сказать, абсолютно трудно, по мере готовности, мы будем об этом говорить и будем готовить. Естественно, что мы прорабатываем сейчас механизмы использования технологий блокчейн, использования криптовалют, использования электронных пирж, но это, друзья, вопрос очень непростой, он требует серьезнейшей подготовки, серьезнейшей работы, чем мы, в общем-то, друзья, и занимаемся. И очень много задают вопросов, у меня тут недавно переписка была чуть ли не с претензией, что почему мы до сих пор не выкупаем обязательства, почему мы часть привлекаемых средств сегодня, которые идут постоянно взрастающие, не направляем на выкуп обязательств, которые люди приходили изначально, здесь, друзья, ответ однозначно, который не то, что отрицательный, мы говорим, что, друзья, это большая глупость, если мы сегодня, привлекая одни средства, начинаем выплачивать. Это уже пирамида. Мы ни в коем случае, друзья, мы говорим, что мы венчурный, высокотехнологический проект. Венчурный значит рисковый, но, друзья, венчур от слова вентура, будущее, то есть тот, кто сегодня инвестирует, он инвестирует в будущее, а будущее не может предвидеть никто. Мы с технологичной точки зрения знаем, как будет развиваться технология, как будет развиваться производство, как будет проходить капитализация. Но предсказать будущее не может никто. И когда мне говорят, что какие-то предсказатели или что-то говорят, мне всегда смешно, я задаю вопрос. Эти предсказатели очень богатые люди, потому что тот, кто сегодня может видеть будущее хотя бы на неделю вперед, это уже очень богатый человек. В нашем информационном мире дальше не надо достаточно неделю знать, чтобы зарабатывать огромные деньги. Если все эти предсказатели не богатые люди, значит это шарлатаны. Значит, они сегодня не могут зарабатывать и понимать, как будет развиваться будущее. Поэтому сегодня наш проект, он остается высокорисковым, остается венчурным, потому что есть огромное количество факторов, которые от нас не зависят. Есть огромное количество факторов, которые сегодня начинают активизироваться и работать против. мы, друзья, вот за эти годы, особенно активно за последний год, мы сняли технологические вопросы. Мы сняли вопрос, есть технология или нет технологии. Мы это показываем. Теперь нам наши оппоненты говорят, вы не сможете запустить адресные проекты. Вы не наберете заказов, вы не сможете договориться с властями. Здесь я могу сказать, что все запустим, сделаем. Следующий вопрос, мы не сможем капитализировать интеллектуальную собственность. Я могу сказать, и этот вопрос имеет свое решение, и на этот вопрос ответим. Ну и самый распространенный вопрос, что олигархи, монополисты, мировое правительство, какой-то там жидовский заговор или еще кто-то, инопланетяне, то есть хрень несут очень много, что нам кто-то помешает это сделать. Нет, друзья, все, шаг за шагом по развитию мы решаем все вопросы, решим эти вопросы. Там говорят про конкурентов, что конкуренты нас задавят. Друзья, вы не забывайте, по мере развития проектов активизируются конкуренты, но и активизируются и наши сторонники, наши союзники, те, кому нужен проект Skyway, те, кому нужна технология струнного транспорта Юницкого. Это тоже, друзья, нормальное противодействие, которое сегодня все больше и больше активизируется, но у нас есть. Как появляются активные противники, так и активные и очень, друзья, влиятельные союзники. И это тоже ответ на многие вопросы. Я могу сказать, что как ответили мы на вопрос есть технологии или нет, пускай мне люди, глядя на эту технологию, глядя мне в глаза, говорят, что технологии нет. То есть я могу сказать, что человек может стоять рядом с самолетом, рядом с Боингом и говорить, что он никогда не полетит. Почему? Он крыльями не машет. Он не машет, но полетит. Поэтому мы говорим, что, друзья, технология Skyway существует и дальше все, о чем мы декларировали и все, что мы говорили, мы, друзья, реализовывали до сегодняшнего дня и реализуем дальше. И будет, друзья, как мы уже говорили, и обратный выкуп, и возможность избавиться, если кто-то инвестировал там три года назад и сегодня хочет избавиться от обязательств Skyway, будет у него такая возможность. Я думаю, что это мое, друзья, личное мнение, еще раз повторю, что мы, скорее всего, сможем запустить до конца этого года либо сразу начало 2018 года и дальше механизм, который будет показывать постоянную капитализацию, то есть увеличивающийся спрос на обязательства Skyway, это тоже будет запущено до конца либо начала следующего года, когда мы с вами все это будем видеть. Поэтому, друзья, проект развивается, мы с вами все участники этого проекта, мы с вами все, кто сегодня в проекте, все, кто инвестировал, можем сказать, что мы сопричастны к тому, что сейчас видим на этой фотографии. Мы сопричастны к тому, что сегодня Юницкий заключает контракты на строительство адресных проектов. Мы сопричастны к тому, что началось строительство новой технологической сети Transnet и, соответственно, сегодня формируется новое понятие в мировой экономике Transnet Space. И, соответственно, мы все участники этого процесса и, соответственно, капитализация наших венчурных ожиданий именно идет из того, что этот проект будет развиваться и, соответственно, будет приносить дебиль. Когда, друзья, это уже законы венчурного рынка, законы венчурного проекта, но сейчас по мере того, как работает, все-таки, друзья, вот смотрю на эту фотографию, ну, до чего же красиво все-таки, да, друзья, облака, небо и Unibike, и Unibus, так сказать, остается еще увидеть, когда сверху будет стоять вот такой вот уже Unilet, то есть скоростной модуль, который будет делать, а он будет показан, друзья, уже на ино-трансе 2018 года, то есть в сентябре следующего года меньше, чем через год. Ну, как раз почти это, он по 18 сентября будет ино-транс следующего года. Вот, поэтому, друзья, здесь еще не хватает вот этого скоростного Unilet, вот, опять же, друзья, всему свое время, как мы говорили, что придет время, увидим Unibike, Unibus, Unicar, Unitrack, придет время, друзья, увидим и действующий соответственно Unilet. Ну, друзья, давайте на этом нашу сегодняшнюю работу завершать. Значит, мы активно сейчас с Алексеем начали работу и по продвижению блога нашего, и по продвижению в Facebook. Я делаю пока, извиняюсь, первые робкие шаги. Сейчас все наши трансляции, которые вебинаров и в Перископе, они сейчас все появляются в Facebook. Мы эту работу будем дальше совершенствовать и так увеличивать для того, чтобы информационное именно поле, которое мы ведем с Алексеем, как авторы блога «Русский прорыв», как те, кто сегодня именно делает и популяризирует сегодня инженерную школу и является учениками инженера Юницкого. Тоже было очень много споров, мне даже написало, что вы называете инженером Юницкого, то есть это уже все-таки генеральный конструктор. Я говорю, а как мне его называют? Профессор Юницкий? Ну, тогда будут кричать «Покажите официальный документ Белоруссии или России о том, что профессор». А здесь, друзья, все-таки не надо забывать, что все, чем мы с вами пользуемся, создают инженеры. И инженер – это самое важное качество любого человека, который созидает, потому что он создает новое, то, чем пользуются потом миллионы, миллиарды людей. А то, что он создает Юницкий и саму школу инженерную, технологии, которые он продвигает, и идеологию, которую закладывает, это, конечно, то, что коснется каждого жителей Земли. Так, мне тут постоянно задают вопрос про 11 этап. Друзья, с 19 сентября переходим на 11 этап. Соответственно, это новые цели и задачи, которые есть. И тут спрашивают, будет ли переход с 11 этапа на 12 еще в этом году. Могу сказать, что скорее всего да. Во всяком случае, я как вижу динамику, вижу, как все развивается. Думаю, что переход на 12 этап произойдет еще в этом году. Так, что это? Так, на 10 этап переходим. Да, то есть вопрос с 10 на 11 будет ли переход? Да, то есть на 11 этап будет переход еще в этом году. Не понял, с 9 на 10? Нет, сейчас с 9, 19 декабря мы переходим на 10 этап, а еще в этом году, то есть в течение октября, ноября и декабря мы перейдем с 11 до 12 этап, точнее с 10, на 11, друзья, вы мне уже так сказать, вот, на 11 этап это произойдет скорее всего в этом году, исходя из той динамики, как вот сама. То есть, дешевая динамика кадров. Да, тут уже даже обсуждают кому-то фотографии, что горизонт заложен, ну, может быть, друзья, тут непрофессионально. Вы договорились, сказали, что с 19 переходим на 11. Ну, друзья, оговориться может каждый, давайте еще раз, чтобы было понятно. 19 декабря мы переходим с 9 на 10 этап. Переходим на 11. Скорее всего, на 11 этап будем переходить еще в этом году. Более того, я могу сказать, что я абсолютно в этом уверен. Если вы задаете вопрос, когда будем переходить на 12 этап, вот этого я сейчас обещать и говорить не могу. средства от миллионеров поступили. Ну, вот здесь вот, как раз очень много информации, которая сейчас уже закрыта. Я могу сказать, что динамика роста поступлений именно от партнеров, это увеличивается и только это сейчас позволяет переходить на 10 этап и четко говорить о том, что переход на 11 этап тоже не за горами. Вот. А очень много конкретики, друзья, исходя из того, с чего мы начали этот вебинар, мы сегодня уже произносить и говорить не будем, потому что очень много информации сегодня, друзья, используется против нас. Оговорка по Фрейду насчет этапов. Ну, друзья, наверное, да. Это задает вопрос, а какую скорость уже показывал городской университет? Расчетную скорость, какую надо и какая возможность есть, такое он показывал. Все, что сегодня идут испытания, все, что новым, мы все показываем и головная компания в репортажах, и мы, соответственно, с вами. Ну, вот, друзья, про цифровую экономику и про то, что сегодня Алексей вам очень здорово и красиво рассказал, поэтому, друзья, движемся дальше. Традиционно, друзья, тут никто не отменял строй Skyway, спасай планету, мы объединяем мир, и горизонты, которые сегодня мы перед собой ставим, они, друзья, отодвигаются и расширяются, и ту работу, которую мы сегодня с вами делаем, как раз именно отображение того, что сегодня Юницкий в Индии в составе правительственной делегации Беларуси, это как раз то, что характеризует сегодня наш этап. Все, друзья, давайте вечером Алексей будет проводить вебинар один, я, к сожалению, сегодня именно по графику встреч не смогу присутствовать на вечернем вебинаре, Юницкой вебинаре, который идет уже с переводом на английский, итальянский, французский, словакский, чешский, венгерский, сербский, то есть 7 у нас языков, которые идут в ближайшее время будем подключать еще языки, значит, 16-го числа в субботу у нас будет телемост, поэтому прошу тоже, вот здесь это итоговый телемост по этапам сегодня, завершение 9-го этапа, переход на 10-й этап, я буду... этот телемост включаться из Болонии, из Италии, где я буду вести конференцию с инвесторами, поэтому прям из зала, где у нас будут инвесторы, я сделаю включение в этот телемост, это будет в 12 часов по московскому времени, вот, поэтому, друзья, следующий вебинар я буду уже вести один, он у нас будет 20-го числа, то есть, по сути дела, после уже завершения 9-го этапа, Алексей будет в такой творческой командировке, и следующий, 20-го и 27-го числа проводить вебинары буду я один, вот, он вернется только 30-го числа, соответственно, надеюсь, с очень интересными новостями и с очень интересной информацией по развитию, дальнейшему развитию непонятного, а, ну тут Андрей ведет переписку, ну все, друзья, давайте на сегодня работу завершать, я еще раз передаю благодарность от автора проекта и генерального конструктора инженера Юницкого, перед началом вебинара мы с ним разговаривали именно с Дели по результатам, то, что сегодня можно передать инвесторам, поэтому, друзья, могу еще раз константировать, мы с вами в очередной раз движемся и делаем очень полезную и нужную работу и для общества, и для каждой страны, и для каждой семьи, и для каждого из нас, который участвует в проекте Skyway. Все, друзья, всего доброго, до новых встреч. Так, через Skyway я разговариваю деятельность по адресным проектам, я прошу вас с кем я могу связаться по адресным проектам в Словакии. Так, в Словакии это у нас Франтишек Солар, если нужен его контакт, я могу Франтишку Солару передать. Пишите в Skype. Нет, Skype у меня в себе в Словакии Продолжение следует...